Итак, этапы духовного роста. И вот сейчас будет такой очень сложный момент. Наберите терпения, вопросы пока не задавайте. Давайте мы их опять отнесем все в конец лекции, потому что нужно дойти до конца. Дойти до финиша. И напрягитесь. Очень важно. Я хочу сказать, что эту тему мы взяли после семинара, который был по книге Джона Фаулера, который называется «Шесть шагов веры». Эта книга есть только в английском варианте. Насколько мы знаем, она пока не переведена. Совершенно потрясающая книга, совершенно потрясающая автор. Но, по крайней мере, нам открыты были очень многие ответы на очень многие вопросы, духовное искание и непонимание. Прочитав вот этот книг, побывав на подобном семинаре, многое мы поняли. И мы поняли, что этот семинар будет, даже если он включен нами, в наши последующие семинары для лидеров. Почему мы говорим для лидеров? Потому что после того, как вы узнаете эти шаги веры, у вас будет такой большой соблазн, когда к вам придет человек сказать ему, ну ты еще пока только на втором шаге стоишь. Для тебя еще пока это рано. То есть ты младенец этого во всем. Диагноз мы ставим только себе. Вот в духовном аспекте. То есть это первое, что мы хотим сказать. Диагноз, пожалуйста, ставьте только себе. Другой человек, который к вам приходит, ваша задача не диагностировать, а помочь на том уровне, на котором он к вам пришел. То есть сейчас мы будем чем дальше об этом говорить, вы поймете вообще, что мы имеем в виду. Итак. Самый первый уровень веры, или этап духовного роста. Самый первый шаг, который делает, когда мы приходим к вере, это так называемая интуитивная вера. Или вера как тайна. Интуитивная вера, вера как тайна. Потому что человек, который приходит, делает первый шаг в вере, он еще не знает, что это такое. Никакой логики нет. Вера не основывается вообще ни на какой логике. Ни знания нету, ни логики все. Но, ух ты, вот это то, что мне было надо. Освобождение. Господи, как хорошо, что ты меня нашел. Никто из нас, ни один этап этот веры в своей жизни не пропускает. Мы все проходим через все. И в идеале все эти этапы должны оставаться. В идеале. Они накапливаются. И первый, и второй, и третий, все это должно остаться в человеке. Итак, вот он первый. Но, понимаете, в чем проблема? Есть такие люди, которые вот на этом этапе так и застревают. И не нужно их обвинять. Ух ты, вот они на чувственности. Вот я чувствую, мне классно. Бог, это все, это везде. Классно. И он, знаете, они год такие, два такие, три такие. И многие, знаете, таких людей, вот наши, сейчас слышно такое обличение. Это не настоящие верующие. Они, они спасенные, они верующие, они христиане. Но просто по какой-то причине они решили. Они остались вот здесь, на этом шаге. Может, они даже не знают, что есть что-то другое. Понимаете? Но они к вам пришли на этом шаге. Если вы будете говорить, слушай, ты что, вообще, что ли, не верующий? Ты что, на чувственности? И начнете им проповедь читать, да? Что через чувственность Бога не погнать и так далее. Понимаете? Вот, вот, просто знайте, что это шаг веры. Они верующие. Ну, дальше не растут. Да? Без обличений. Мы принимаем их такими. То есть здесь люди все окрыленные, они ничего больше не замечают, никаких проблем, которые возникают. Для них Бог это все. Все то, что им говорится, они говорят, да, здорово, это классно, все мы сделаем. Мы пойдем вперед. Наверняка, и мы с вами тоже проходим. Вы вспомните себя, все мы там были. Хорошо, Павел, как Павел. Так, дождите, давайте, говорите, вопрос мы не задаем. Потому что мы все, все с вами в конце. Мы ответим на ваши вопросы, мы знаем даже ваши вопросы. Да, это первый уровень веры. Второй уровень веры. Буквальный вера. Это уже вера как справедливость. Здесь уже включается логика. Здесь уже включается логика. Уже появляются какие-то знания. Логические выводы. Логические выводы. Вспомните Иова. Вот у него были друзья, которые пришли и стали его учить. Ты сделай хорошо, тебе будет лучше. Сделаешь плохо, тебе будет хуже. Раз ты болеешь, значит, ты грешен. Что-то ты там совершил. Что-то там у тебя такое есть. Это неспроста ты болеешь. Раз тебя еще тянет к алкоголю, значит, ты еще не по-настоящему верующий. Понимаете? Ну, в принципе, логика в этом есть. Бог же освобождает. Освобождает. Очень, понимаете, логично. В принципе, здесь можно какие-то вещи объяснить. Вот, знаете, мы были в одной церковной общине. Там у них конкретно. Раз Бог сказал, что он воскрешает. Свои служители нужна вера. Рассказали нам случай, который мы там хохотали. Да упад, наверное. Сама комичная ситуация. Уписать ситуацию. Ну, умер молодой человек. Он умер от... Его убили. Его убили где-то на улице. И вот его принесли. И все собрались. Понимаете? А они вот... Раз написано, что если хорошо молиться с верой, он обязательно воскреснет. Ну, а так как этот, значит, был в морге, потому что его убилица везла, значит, сразу в морг. А они услышали проповедь о том, как Иисус воскресил Лазаря. И им проповедь. И вот они после этой проповеди приезжают в морг. Представьте себе. Четыре молодых человека в кожанках. В кожаных площадках. Значит, выходят из большого... Как это? Черного джима. И вот, значит... Подходят к моргу. Вася, выйди вон! Вася Ковалев, выйди вон! Вася... И так трижды. Потом прыг, опять в эту, значит, машину. Молятся, 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 молятся. Никто не уходит. Они опять... Вася! Вася Ковалев, выйдем в хору, да? Потом они прыгают джим и так трижды. Ну, как их научили, да? То есть, вот тогда, да? Ничего не происходит. И вот они приходят, значит, к священнослужителю. Ну, тут смысл такой, что нужно хорошо священнослужителю. То есть, что от себя повел... Он очень мудрый. Он сказал, ну, хорошо, если там сторож не наложил в сады себя. Хорошо, повезло. Ну, повезло, что он милицию не вызвал. Вот. То есть, понимаете? Ну, нельзя говорить, что они примитивные. Или, тем более, что они какие-то более духовные, чем мы с вами. Что у них вера больше, чем у нас. Понимаете? Или еще какие-то... Или, наоборот, меньше, чем у нас. Нельзя говорить. Мы можем смеяться. Мы можем по-доброму смеяться. Но говорить о том, что это не настоящие верующие, мы не имеем права. Они уже вот тут. Они уже вышли на... Они вот на этом шаге буквально веруют. И отсюда идет это. Раз ты верующий, ты должен быть богат. Да. Да, если... Понимаете? Помолись хорошенько. И все будет. И все будет. Понимаете? И здоровье будет, и богатство, и мертвые воскресенье. Мы не говорим, правильно это или неправильно. Но говорить конкретно, ставить ярлык, что это не верующие люди, нельзя. Понимаете? Да, они вот еще здесь. По какой-то причине они дальше не идут. Им тут комфортно. Но их нельзя тянуть за уши, чтобы они вышли на следующий шаг. Если вы таким скажете, знаешь что... Ты что, когда втором шаге? Ты не греешь. Ты не расти и расти, и вообще... Да. Он скажет, да пошел ты вон. Потому что ему там удобно. И он будет прав. Понимаете? Он еще там, он еще не знает, что это дальше, что-то есть. Ну это вот действительно, я думаю, что вы все вспоминаете себя на том уровне. Если вы во что-то искренне верили, что если вы каждое утро, ровно в 6 часов, будете читать Библию, причем 3 главы, причем 3 главы, и причем слух и громко, то обязательно у вас день пройдет хорошо. Понимаете? Если вы думаете, как бы вы поступили, вы бы сказали, пошел вон, значит, сами так себя не ведите в отношении с такими людьми. Если к вам приходит человек, он приходит со своей проблемой, приходит вот на этом уровне, не тяните его за уши. Не занимайтесь обличением. Не надо. Он вас не услышит на этом этапе. А нужно помочь ему просто вырасти на следующий шаг. И то, если он сам захочет. А следующий шаг называется общепринятой верой. Или вера как обязательство. Ну, что это такое? Здесь уже ясные представления о том, во что я верю, почему я так верю. Здесь уже идет очень большое влияние авторитетам, руководителям. Традиции и ритуалы в церкви имеют уже свою ценность. Причем идет баланс моих взглядов и взглядов окружающих, взглядов церкви. Я уже начинаю это состыковывать. Понимаете? Все молятся вот так вот, я тоже совсем подаю на колени. Все молятся в позе футболиста, я тоже так встаю. Все вот у нас... Так молятся, я тоже так буду молиться. Но если такой придет, где молятся на коленях, его не поймут. Потому что он не как все, не общепринятый. Он как-то выбивает из общей колеи. Это очень удобный шаг. Потому что раз он общепринятый, и мы с вами входим в понятие общепринятый, мы как все, мы принимаем веру, которую нам... Не веру, а... Мы принимаем все эти слова, которые нам говорит авторитетный пастор, священнослужитель, человек. И все принимают, и мы все как одна большая семья. Вот здесь еще виденомышленников, надписи там, да, на майках, значки. Все одинаковые, такие, знаете. Уж если Бог дает надежду, то все так будем ходить. Давайте, да, вот значки там. Все маленькие, да. Вот. И вот эти люди от этого испытывают кайф. Знаешь, это действительно здорово. Потому что мы все, мы все вместе. Мы вместе идем, мы вместе делаем. И это здорово. И замечательно, если... И вот эти три первых шага объединяет 85% людей. 85% людей дальше уже не идут. Потому что там удобно, уютно, хорошо. Вот на этих вот первых уровнях. Представляете? Ну, это по подсчетам фаулера там у них. Но я не думаю, что у нас здесь какие-то другие цифры. То есть 85% не хотят идти дальше. И устраивает вот эту вещь. И понимаете, по большому счету замечательно, если вот, скажем, вот такой авторитетный лидер церкви, пастор или священнослужитель, или батюшка в церкви, да, православный. Очень мудрый человек. Потому что мы знаем, что есть люди, которые там совершают паломничество, там, ну, какой-нибудь обитель старца, который может дать мудрый совет. И вот в острове, вспомните, остров. Ну, скажите, разве плохо, что, в общем-то, все вот эти люди, они, в принципе, все, кто к нему, это кто к нему шел? К нему шли люди, которые были вот именно на уровне вот этой общей принятой веры. Они верили в Богу, в ответ. Потому что этот человек может помочь. Он скажет, и это мне сработает. Это здорово. Потому что он святой там, да? Ну, разве плохо, если вот... И на самом деле такие люди есть, которые помогают людям расти. Святые служители, или пастор церкви, или священнослужители. И замечательно, конечно. Таких очень много. Но в чем опасность того, что если люди только на этом уровне? Они в полной зависимости от совета, который дает этот авторитетный человек, от личности, которой они, будем так говорить, попали, ну, как сказать, под его авторитет. Помните, женщина привезла в острове ребенка, да, вылечить. И он ей говорит, все, ты его оставляешь здесь, там он уезжает. Для нее это крах. Получилось не так, как она планировала. Потому что она должна остаться, у нее нет выбора. Помните, когда я пришлось выбирать? Да, он использовал свой авторитет. И мы говорим, хорошо, что он использовал свой авторитет. Замечательно, что есть. Но опять говорю, это замечательно для тех общин и для тех церквей, где мудрые руководители. Но, понимаете как, мы знаем, что, к сожалению, не всегда так бывает это во-первых. А во-вторых, любой мудрый руководитель, кстати, вы знаете, вот этот фильм «Остров», то же самое. Посмотрите, он занимался не только тем, что он исцелял и помогал людям, которые были на этом уровне, но он еще и всячески помогал, будем так говорить, себе подобным. Он рядом людей, которые были с ними, он их поощрял к духовному росту. То есть умный, мудрый, духовный руководитель, он будет не только вот людей, вот так вот, да, я авторитет, слушайтесь, но поощряли тех, кто способен к духовному росту. Но с другой стороны, вот такая вера в авторитет, она и может сыграть и злую шутку. Если люди останавливаются здесь. Если люди здесь останавливаются, потому что такими людьми очень удобно управлять, очень легко. Ты им сказал, так должно быть, и все ответили, так как все, потому что так сказал наш батюшка, так сказал наш пастор в церкви. Он сказал, и это непривлекаемые слова. И опять говорю, если этот человек мудрый, если этот человек, его уровень веры намного выше, он будет поощрять людей к дальнейшему росту. Но если люди попали в зависимость от человека, который не обращает духу этому росту, если он сам находится только на этом уровне веры и дальше не вырос, он будет всех остальных, что делать? Выдавлять. Подавлять своим авторитетом, порабощать своим авторитетом. И что происходит? Потому что так удобно управлять людьми. И что происходит? Если у меня, честно, как мы же не в Богу вообще не будем. Ну мы не будем здесь как бы ярлыки вешать, а ему деваться некуда. И в результате, ну казалось, на что плохое, в Библии же написано, что вот покоряйтесь, повинуйтесь, но с другой стороны, читайте галаты, послали галаты. Как Павел называл галаты, помните? Несмысленно. Это еще легко сказано, если вы будете читать по-гречески, там написано галатус идиотус. Идиотус. Ну без перевода, вы сами уже поняли, о чем идет речь, да? Это очень сильно. То есть, был Павел, да, все, благодать, вера, здорово, нас Христос спасает такими, какие мы есть. Павел ушел, пришел другой авторитет. И говорит, вы что, обрезаться обязательно, как без этого? Да, надо обрезаться. Авторитет так сказал, все давай в очередь выстраиваться. Ну, конечно, мы утюлируем, но, понимаете, то есть, в данном случае, получается такой вот собранный людей. Несмысленный. Ну, поднимитесь, давайте. Я вас внуках родил вообще. Я вас воспитывал, воспитывал, а вы почему там застряли-то? То есть, практически, Павел призывает их расти, призывает их расти выше, то есть, выбиваться на следующий уровень веры. А следующий уровень веры, вот, назван так. Индивидуальная вера. Или вера как принцип. То есть, здесь уже человек четко определяет, знает, во что он верит. Все доктрины он пропускает через самого себя. Но сомневается. И поэтому возникает много вопросов. А почему это именно так? То есть, это уже моя вера. Это уже моя вера не потому, что мне так сказал мой священник, мой душепопечитель, мой консультант. Я понимаю, что это уже моя вера. Уже идет переоценка всех взглядов, всех ритуалов. А почему мне вот так молиться нельзя? Объясните мне, пожалуйста. А ему говорят, не нравится, он у нас терпит. А неудобно, он неудобные вопросы задает. Вот если мудрый руководитель, он нам поможет. Пойдем мы с тобой об этом поговорим. Здорово. Здорово, что ты задаешь вопросы, классно. И знаете, и мы рады, что у нас очень много, да. И только из таких вырастают лидеры. Очень много постаров. Вот мы просто проводили очень много бастерских обучений. Мы рады, что, знаете, следи постаров, священнослужителей. Причем разных конфессий. Вот мы и в православии тоже общались очень много с лидерами церквей. Понимаете, все больше и больше появляется думающих людей, растущих людей. Замечательно. Но, к сожалению, есть те, которые не выгодны. Это очень опасный такой уровень веры. Да. Потому что, если рядом с тобой оказался мудрый руководитель, он тебе поможет вырасти. Но если оказался руководитель, который сам этого не понимает, он начнет давить. Он тебе объявит, что ты неудобен для него. И здесь ты либо сломаешься и упадешь сам на третий уровень, скажешь, ну, что я больно выделяюсь, мне ничего, больше всех надо. Буду как все. И сядут на последнюю скамьё. Либо фыркнешь и вообще уйдешь. Из церкви от Бога. Понимаете? Или вы стоишь. То есть, вот вы на этом уровне, люди, которые сюда выходят, они очень уязвимы и они очень зависимы от тех душепопечителей и священнослужителей, которые находятся рядом с ними. Вот, понимаете? Здесь человек все ближе и ближе к духовному миру приближается. У него все больше и больше связи. Потому что он даже вот эти все ритуалы, которые существуют в терпе, он уже понимает, почему это все так было сделано. Что неспроста это все было дано. И даже те, которые стали, казались ему раньше, молиться так, да, он понимает, что... Начинают понимать, если ему помогают в этом, если он помогает это понять, он начинает это понимать. Но опять, он очень неизвенен. Но только из таких людей может вырасти лидер. Потому что у него критичность мышления. Не критикантство в его позиции присутствует, а критичность. А почему это так? А что я могу улучшить? А что я могу сделать, чтобы людям было удобнее? И эта вера как принцип идет. Понимаете, то есть на этом этапе человек задает очень удобный вопрос. Он скажет, слушайте, я вот что-то вообще не понимаю такую вещь. С одной стороны написано, что мы все предопределены к спасению. А с другой стороны... Нет, ну это на четвертом уровне. Нет, на пятом. На пятом. На пятом мы уже не сдаем этих вопросов. Задаем. Гораз на пятом. Тут мы задаем вопросы вообще о том, что происходит и как. Вот Вера как парадокс. Следующая, Вера. Там же принятие. И там мы принимаем это. Чувствуете, все. Вот у нас тоже. Вот разные, да. Вот. Это что значит? Мы проходили этот семинар у разных руководителей. Понимаете? Все. И вот смотрите. Значит, с индивидуальной верой понятно, что мы полностью зависим от того, кто находится рядом с нами. Ну, не полностью, но наш род зависит именно от этого. Да. Итак, следующая Вера. Это объединяющая Вера или Вера как часть человека. То есть, Вера уже наша часть, неотъемлемая. И вот тут все вот эти вот парадоксы, которые возникают в чтении, например, Священного Писания, они уже принимаются как неотъемлемая часть. То есть, сомнений уже нет. Ну, например, вы верите в одного Бога или в трех? Вот ответьте на вопрос. При едином. Ну, это как? Один он или три? Один. Тут не ответишь однозначно, правда? И вот если мы на четвертом уровне задали такой вопрос, и нам сказали, знаешь, что тут тебя не так и мыслишь вообще, этим опрекается надо. Ну, да, да. Что еще за ельц такую тут отпускаешь? Да? Ну, если будет человек, который ему объяснит, то есть, скажешь честно, знаешь, этого еще никто до конца не понял. Как сказал Святой Августин Аврель, человек, который может объяснить, что такое Святая Троица, либо сумасшедший, либо уже на небесах живет. Ага. Ну, мы можем сказать, как мы это понимаем, да? Вот, ну, понимаешь, но это просто надо принять. У нас свобода выбора, или мы предопределены от рождения? Вот как это объяснить? Вот, если на четвертом уровне человек не получит компетентный ответ... Кстати, Чарльз Пендерс сказал, что хорошо, что меня Бог предопределил от рождения, потому что, глядя на меня сейчас, он меня не избрал. Вот, знаете, замечательно, он это сказал, и, может быть, действительно, на четвертом уровне стоит этому человеку просто об этой притче сказать. Ну, не тыкать его и не говорить, знаешь, не те вопросы задаешь, раз ты им применяешь дохрину нашей церкви. Потому что в нашей церкви принято считать вот так. А человек думает на четвертом уровне, и мы ему помогаем, на пятый выйти или не выйти. То есть, вот на пятом уровне, как вот мы сказали, человек это просто принимает верой. И это уже такой стержень, который уже никуда не свернил. Вот на пятом уровне, понимаете, это уже настолько, действительно, как вот вера часть человека. Это уже, я уже никуда без этого. Вообще, сам Фаулер пишет, что мне очень сложно объяснить, что это такое за вот вера. Как это все можно принять, осознать. Но, говорит, это человек уже прожил, прочувствовал, и уже он не может это из себя убрать, потому что это его часть. Вера его часть. И он вот эти все парадоксы, он принимает и понимает их. Но объяснить ему это сложно, потому что, ну, как вот свою часть вытащить и разложить по полочке. И этот человек, который находится вот на пятом уровне, он одинаково принимает любую конфессию. Понимаете, он с любовью принимает все человечество. Он в состоянии видеть мир именно вот глазами веры, не глазами узкого конфессионала. Глазами веры. Потому что он для себя многие вещи уже определил. Понимаете, какая вещь. И, конечно, в идеале, чтобы душепопечитель был здесь. Хотя бы здесь. Чтобы он прошел через сомнения. Он помог сомневающимся туда тоже как-то вот выйти, понимаете. И согласитесь, что если на пятом уровне ему легче понятия первого и второго, ему легче понятия третьего. Он их поймет. И он не будет их обличать и дергать. Потому что он принимает этих людей во всей полноте. Хотя они ему, может быть, странные. Как вот те ребята, которые стояли около стен морга. Ну и шестой шаг веры. Нам дети сказали, что мы его никогда не достигнем. Наши собственные дети нам поставили. Диагноз. Диагноз. Потому что вы вздвоем друг другу мешаете, чтобы тот один из вас умер. Тогда второй достигнет шестом уровне. Это так называемая всеохватывающая вера. И здесь уже человек становится частью веры. Не вера его часть, а он часть веры. Чувствуешь вообще разницу? И Фаулю пишет, что тут вообще ничего объяснить невозможно. Потому что таких людей вообще единицы. И понять, что это такое можно только изучая их жизнь. Их географию. Их взгляды. То, как они относились к жизни. Вот он пишет, например, Франциск Осиский. Вот он, когда отец сказал, ты вообще ноль без меня. У тебя даже одежда на тебе одета, которую я купил, как продавец в лавке. Которую владею. Что ты вообще можешь? И он говорит, ты знаешь, я настолько верю в Христа, что мне вот это не надо. Он говорит, ну если тебе это не надо, почему ты это носишь? Он говорит, пожалуйста. И тут же, прямо на городской площади, в суде, все это тебя снял. И говорит, ну, без проблем. Настолько он все это буквально понимал, когда он прочитал в Библии, что Евангелие будет проповедано всякой твари, он каждое утро выходил на поляну в лесу и проповедовал птицам. И птицы слетались каждое утро послушать Евангелие. Об этом написано во многих исторических книгах. Это исторические документы. Мы можем с вами говорить, ну какая-то глупость. Вы знаете, прежде чем что-то говорить о отцах веры, о таких людях, сначала подумайте. Может быть, нам это непонятно, но, может быть, непонятно, потому что мы еще не там, не на шестом шаге. Исторические документы. Мы можем с вами не понимать. Говорит Людмила Свита, ну это же... Бред. Или будете, знаете, теологически объяснять, что под всякой тварью имеется в виду. Все можно объяснить. Но давайте как-то вот не мудрствовать по-своему, а подумать. Может быть, мы не призываем, конечно, сейчас эти рыбы проповедовать, поймите нас правильно. Но факт то, что нужно действительно осознавать, что есть какой-то родственник. Когда узнала, что в Индии есть дети, которые даже шоколадки не видели ни разу, не то, что не пробовали, а даже и не видели. 98% детей. А шоколад это ее любимое кушание? Она сказала, все, я теперь тоже больше есть шоколад не буду. Я говорю, ну ты такая знаменитая. Ты можешь сейчас брось клич, собери деньги, купи самолет этого шоколада и отправь им, пусть наедятся. Она говорит, они все равно на всю жизнь не наедятся. Я не хочу быть рядом с ними. Я хочу быть как они. Мы тоже можем сказать, ну это прям чем же мы отличаемся от хвостов? Ну опять, мы можем подводить массу разных теологических доводов, но если мы чего-то не понимаем, вот в духовном росте другого человека, тем более который зарекомендовал себя, как Павел говорит, это уже не я живу, а живет во мне Христос. Вы вообще когда-нибудь задумывались? Не я живу, а живет во мне Христос. Раньше что-то такое? Очень много русских таких святых, которые действительно были на шестом шаге веры. Их очень много, их канонизировали, и это здорово, замечательно, что люди знают о них. Может нам тоже стоит об этом как-то задуматься? Мы не призываем к тому, чтобы канонизировать. И поклоняться Господу, да? Мы не темно призываем, но мы призываем к тому, чтобы изучать жизнь людей, которые действительно в своей вере выросли. И стремиться к этому быть как они. Быть с ними. Расти вере, понимаете, чтобы достичь каких-то действительно каких-то вот других уровней, нежели те, на которых мы сейчас с вами находимся. Кстати, такой вопрос. Вот сколько нас здесь человек сидит? Сколько здесь находится людей? Сколько здесь личностей? Личностей. Давайте скажем так. Личностей сколько? Стихот. Это неправильный ответ. Неправильный ответ. Считайте еще раз. Ну что? Сколько? Неправильный ответ. Еще? Пятнадцать. Пятнадцать. Почему пятнадцать? Уже ближе, уже пятнадцать. Но это тоже неверно. Семнадцать. Почему семнадцать? Стройка. Еще тройки. Тоже неправильные. Я не лад. Здесь сидит одна единственная личность. Иисус Христос. Потому что мы умерли. Вот можете этот парадокс вообще осознать? Вот это как? Мы умерли. Христос здесь. Мы это услышали на том семинаре, когда суд говорилось об этом уровне мира. Если мы все с вами согласны с Павловым, что когда мы растем в вере, действительно уже не мы живем, а живет во нас кто? Христос. Получается, нас здесь нет, кто здесь присутствует? Христос. Это вообще как осознать? Можно те логически сказать, ересь. Может быть. Но давайте с вами как-то вот смотреть, если есть люди, которые выросли в этом, и которые так действительно думают, и которые живут свою жизнь, так как апостол Павел, полностью от всего отречься ради веры, может быть, нам есть к чему расти? Вот в этом понимании, что значит уже не я жива живет во мне Христос? Я вот для себя записал, была на Руси такая русская святая, которых звали Елизавета Федоровна Романова. Это внучка королевы Виктории, третья красавица Европы. Ей делал предложение Казер Вильгель, она его отвергла, и вышла замуж до Александра Третьего. Приняла православие в Иерусалиме, была крещена. Когда началась Первая мировая война, так как она немка, начались гонения на нее в том числе. Она в то время купила на свои деньги дом и построила приют милосердия. Вот эти вот монахини, сестры милосердия, это с нее началось в России. Когда пришли ее гнать, со штыками там, с ружьями, сказали немка, что ты тут делаешь, шпионка. Она вышла, все испугались, потому что там лежали больные, раненые в больнице. Она уже сказала, меня вы можете убить, но там лежат ваши, такие же братья и сестры. Когда в 1905 году была брошена бомба в карету, в которой ехал ее муж Александр Третий, его разорвало на мелкие клочки, она собирала своими руками его останки окровавленные и складывала себе подолк платья. Все вокруг стояли, говорили, что она сошла с ума. Такое невозможно пережить. Уйдите, давайте мы сами это сделаем. Она сказала, нет, это мой муж, это мой супруг. И на следующий день она пошла в Петропавловскую крепость и принесла Евангелие этому убийце, Сергею Каляеву. И просил его, и он просил у нее прощения. И как пишут свидетель, что он покаялся. Да, он не избежал смертной казни, но он уже по-другому пришел к Христу. Потом большевики в 1913 году ее арестовали и бросили с шахту с другими членами царской семьи. Но это, так сказать, другая была часть. Другая шахта была, то есть не в шахту, которую сбросил Николай с его детьми. Это, ну там, тоже под Екатеринбургом, но в другом месте. Шахта глубиной 60 метров. Ее сбросили вместе с другими ее послушницами, забросали гранатами и еще три месяца оттуда носились пение псалмов. И когда потом пришел, кто там пришел, Колчак? Колчак освободил Екатеринбург, спустились в эту шахту и оказалось, что голова одного из детей, которые были сброшены в эту шахту, перевязана ее передником. То есть она даже там продолжала оказывать засердие. И еще раз хотим сказать, что ей предлагали уехать. Как только произошла революция, ей предлагали в любую страну выбирать. Ты член королевской крови. В любой стране тебе дадут приют, богатство и все, что угодно. Но она сказала, нет, это мой народ. И я буду вместе. Я крестилась в русскую веру. Ну тогда было только православие. Я крестилась в православие. Я должна быть с этим народом и переживать все, что переживает этот народ. Если я туда уеду, я не смогу быть такой, как она вместе с ними всю эту жизнь. Вместе с ними. Понимаете, конечно, нужно сказать, ну, фанатизм. Но опять, мы все время говорим, знаете, прежде чем судить, давайте сначала подумаем, у нас есть такая вера. И вот если мы понимаем, что мы еще до этого не доросли, ну, нужно быть как-то быть осторожными в своих суждениях по поводу веры и взгляда людей, которые выросли. Отчеркать больше литературы, больше писания, молиться и самому расти, делать эти шаги. Чтобы я любил, где ненавидят, рождуют, дарил веру, где сомневаются, давал надежду, где отчаиваются, давал радость, где плачут, приносил свет во тьму. Господи, помоги мне утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот получает, кто сбывает себя, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот проснется к жизни вечной. То есть вот по идее эти ответы должны быть в нашей с вами «если бы». То есть он не ожидает ничего, не от кого. Да, понимаете, вот. То есть по идее вот он, идеал. Понятно, что здесь среди нас, как мы говорили, вряд ли кто из нас уже на шестом шаге веры, да? ТВ-семинария благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com вот, и еще тоже очень хороший тест, к которому мы советуем вам обращаться время от времени как душепопечитель. Откройте вот седьмую страницу материалов этих. Жизнь продолжается. Это уже лично для вас как для консультанта, как для душепопечителя. Здесь есть такой тест, который называется «Незавершенные предложения». Посмотрите, занятие. Он тоже очень распространенный в душепопечительстве, в психологии, но вы его сейчас примените к себе. То есть, вот вы как консультант, как душепопечитель, как человек, к которому приходят за советом, за помощью, чаще всего даете советы Кому? Кому? Даете ли вы советы, ну, оставляйте за собой такое право дать советы, например, священнослужительства Церкви, которая стоит выше вас? Скорее всего, близкие люди, которые... Которые либо на уровне, либо ниже. То есть, получается, что у вас отношение какое-то? Если вы относитесь ко всем как к личности, по идее, вам должно быть... Все равно. Да. То есть, значит, у вас вот это вот предприятие есть. Понимаете? Ну, как хотите, вот это... А ну так. Идем дальше. Я чаще всего получаю советы от... Кого? От генсектора. От генерального секретаря. От этого человек советы принимаем, а от этого нет. Понимаете? Или многие так говорят. А мы вообще никому не советуем, вообще совет не даем. Ну, тогда никому ничего не советует. И ни от кого советы не принимать. То есть, давайте здесь как-то быть, ну, нелицеприятными. То есть, практически здесь вот тоже мы вот себе ставим свое обратное дело. Сложнее всего мне давать советы в отношении... Чего? А-а. Уже закрытая, да, зона? Да. Да. О чем я не хочу разговаривать с людьми? И не могу. Например, по поводу секса очень часто людям сложно разговаривать. А почему? А сложно тому, у кого самогу в этой области что-то не в порядке. где-то как-то... Да. Я бы никогда не беседовал о чем? Это уже не советы, а просто беседа. Просто побевали человека. Букаволь. Никогда бы не беседовал так. Вообще. Что больно, неприятно. Понимаете? Но раз в вашей жизни есть боль, значит, вы еще внутри не спроизвали, что вы не вылечились. Не вылечились ни на уровне, может, в физиологии, но где-то в душе еще боль осталась. Нет, это просто... Это просто... Это просто с этим я имею такие отношения подальше. Потому что я изучаю 12 шагов, я сам группу веду, и просто у нас есть как замороженное чувство или еще что-нибудь такое. Если мы будем лелеять этот период, то рано или поздно стрелем. Нет, здесь мы говорим о том, что лелеять. Мы не говорим о том, А у кого беседы, допустим, пришел к тебе человек, который сорвался. И вот он сидит... Нет, у нас на срывок приходит сегодня. Значит, вы будете беседовать. То есть беседовать, об этом будете. Мы не говорим о том, чтобы смыковать, какой виноват. Мы не об этом говорим. Когда речь заходит о запретной теме, вот здесь пишется о ВИЧ-спиде, а вот для вас, запрет, помните, да? Мне сложнее всего давать совет в отношении. И вот зашел этот разговор. Что вы обычно делаете? Я обычно... Что вы делаете, когда заходит об этом разговор? Перевожу тему на другую тему. Увожу тему, сбегаю, закрываю. Закрываю. Краснею. Краснею. Советую другого консультанта. Советы другого консультанта. Там, если я не компетент в этом вопросе, ну что я бы все я никогда не сталкивалась. Вот. То есть нам важно во всех этих моментах найти правильное решение. Понимаете? Я просто не помню. Дальше идем. Человек, которому я всегда могу быть откровенным. Это... Есть такой у вас человек, которому вы все можете рассказать? Я не могу. 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 Вот хорошо, если есть. Потому что должен быть такой человек, которому вы делитесь. Мы должны быть обязательно под... как сказать... Подотчетной. Потому что если мы действуем сами по себе... Хотя мы вчера и говорили, что это одно из принципов такого легилизма, да? Но тем не менее... Мы сами должны выбрать себе. Да, мы должны выбрать себе человека, которому мы сможем быть откровенны. Откровенны, которому мы доверяем, который уже вырос в вере своей. Вопрос такой на уровне этого. А в семье может ли быть жена таким доверенным человеком? Или же лучше есть те вопросы, в которых с женой не надо быть откровенны? Ну почему? Однажды нам на радио позвонил мужчина и говорит, вот могу ли я перед женой плакать? У меня проблемы там. И вот я дома, бывает, не сдерживаюсь. И мы ему говорим, подождите, а перед кем еще вы можете плакать? Перед начальником пришел на работу, ааа, вот я бедный, несчастный. Или перед соседом. Или перед соседом к соседу прийти. Жена тот человек, которому вообще... Должен быть вообще никаких тайн друг перед другом. Естественно, тогда... Но... Но это в открытости эмоций, в открытости знаний и так далее. А вот под отчетность лучше все-таки выбирать человек, который, ну, может тебе помочь мудрым советом. И если жена... Поняться над одной плотью, так сказать, да, быть вне одной плоти. Чтобы помочь потом обоим расти. Если жена действительно там закончила семинарию, у нас было такое время, когда Надя много училась, там переводила, и... А я еще был младенец. А она уже была у Богу. Хотя я Библию лучше ее знала, но она ее лучше трактовала. Я, конечно, с ней все... А вот тут написано, это почему? Ну, после того, как Миша закончил семинарию, тут уже по всем эти теологические моменты я уже с ним сверяюсь. Вот. Попово, скажем, каких-то педагогических вопросов, тут уже я сильнее. Потому что это моя первая специальность. То есть тут уже вот эти идет. Но это не важно. Нужно, чтобы еще кто-то был, чтобы нас обоих корректировал. А у вас есть такие? Есть. Конечно. А обязательно невозможно, понимаете? Иначе можно закрыться своей вот этой святости и сказать, я уже всего достиг, мне вообще никто помочь не может, мне никто не нужен, только я прав. И дальше пошли вот эти... А дальше пошла деградация. Ну, мало того деградация, а еще и получается признаки секты. Вспоминайте, да? Ориентация только на личность. Ориентация только на собственные мысли, на собственные... Только я прав. И так далее, конечно. Поэтому мы говорим, что надо максимально читать. Много литературы, чтобы знать мнение. Обязательно, чтобы был твой духовный наставник, который будет тебе помогать и смотреть. А как часто вы, например, встречаетесь с этим духовным наставником? Ну, знаете, у нас в несколько раз в год. Сейчас уже часто не получается. Раньше каждую неделю. Сейчас уже часто не получается. Сейчас просто, ну, стараемся хотя бы несколько. Но он в курсе, этот человек. Всех наших вот этих курсов, всего того, что мы говорим, все книги, которые мы тебе пишем, прежде чем мы кому-то дать, мы отдаем этому человеку. Вот. Ну, он не один. То есть, несколько людей. Ну, мы же как бы, взяли как духовный наставник. Ну, вот так как вы их нашли, действительно? Ну, не то, чтобы нашли. Они оказались рядом с нами. Эти люди, мы поняли, что мы можем доверять. Их уровень духовности высок, уровень знаний высок, образованности. Ну, то есть, мы общались, мы слушали проповеди, мы разговаривали, мы просто сидели, пили чай и выбрали человека, которому мы можем доверять. Друг друга даже выбрали. То есть, я знаю, что мы выбрали. Такие, знаете, телепа выбрали. Мы просто общались, просто разговаривали, а когда мы подошли к нему, сказали, а можно вот, мы вам очень доверяем, мы вам можем рассказать, в принципе, все, что происходит у нас, все наши материалы. Мы видим, что вы можете нам помочь, ваше мнение мы очень ценим. Вы не согласитесь быть таким человеком? Да, с удовольствием. То есть, вы сошли то, что они более открыты перед вами, да? Ну, вот помните, мы вчера говорили, вот как вот. Диалогичную личность мы выбрали. Диалогичность, да. Ну, если говорить нашим своим языком. Дальше. На обличение, критику я реагирую. Как вы реагируете на критику? Когда вас начинают, о, нет. Эх, сложно, правда? Мы не знаем, как надо. Есть над чем работать. Дальше. Я никогда не сомневаюсь, обличаю и критикую следующее. В чем вы действительно не сомневаетесь? Настолько у вас сильное убеждение, что тут уже вас не свернуть. Но это опасность. Если вы вообще здесь вас не свернулись, ну, знаете, как будто мир нельзя повернуть в черно-белый вариант. А не стали ли вы черно-белый такой личность? Понимаете? Ну, может быть, есть вещи, по поводу которых эта черно-белость-то правда? Например, 10 заповедей. Ну, даже заповедь не убей, обратите внимание, есть, скажем, целая глава о городах-убежищах. Вот, ну, вот, черно-бело, даже сам Господь нам не дает слово черно-белое, правда? Все-таки мир – это радуга. А если мы мир вводим в такое понятие черно-белое, или, скажем, благословение только первенцев, ну, вроде бы как бы по закону, да, черно-белое, но читая Библию, мы видим, что Бог шире, чем вот эти рамочки. Вот поэтому здесь надо все-таки быть не черно-белым. Следующее. Я бы описал себя как, и вот как вы себя описываете. Какой вы человек? Общительный, критикующий, закрытый, обаятельный, привлекательный. В чем самый? Самый, да. Обаятельный. Да, да, да. Ну, и посмотрите, тип людей, которых вы избегаете, с которыми вам, ну, неудобно общаться, неприятно общаться, не можете ключик подобрать, какой-то тип людей. Понимаете, потому что психология есть такое правило, что, в общем, в других людях нас раздражает тот недостаток, который противоположен нашему собственному. И если, скажем, этот человек, я его не люблю, потому что он такой-такой-такой, да вынь свое гребно, тогда пойди, сучок, в глазе брата твоего будет не столь заметен. Вот, понимаете, то есть это как бы правило, ну, оно работает. Оно работает в духовной мере и в психологическом. Поэтому, в общем-то, вот эти вещи, вы почаще себя анализируете. Советуем вам обращаться, ну, почаще вот к этому тесту и себя просто просматриваете. Причем, отвечая через месяц, например, на этот тест, вы напишите другие совсем ответы? Конечно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. 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 Продолжение следует...